Никто не помнит, как этот пёс выглядел, какой породы или расцветки. Все запомнили его наглое поведение и агрессивный характер. Чуть более агрессивный, чем у других собак на кадале. Здесь, бродячие собаки, привычная деталь пейзажа. Они всегда рядом. Но главное, совсем не бояться людей. Здесь вот первый, третий, пятый дом, седьмой. Здесь вот отбитает где-то порядка 30 особей, наверное. И когда выходишь с магазина с пакетом, либо на помойку, то есть могут схватать за пакеты. Наш пёс вовсе не был вожаком. Здесь каждый сам по себе. Но в общей массе своей они пугают, заставляют жить по своим законам. Люди боятся за своих детей и за самих себя. Сходить в магазин или вынести мусор – уже подвиг. Вот она сидит, что она испражняется. Там по всем мусоркам одни собаки. Ну и здесь только с магазина, с сумкой, так они за сумками следом и бегут. Этот пёс так и бегал бы в общей массе себе подобных, особо не выделяясь. Но однажды ему вздумалось напасть на человека – пожилого мужчину. У собаки это получилось. Пострадавший чудом остался жив. Рядом была аптека, где фармацевт смогла оказать квалифицированную помощь. Мне сказали, что буквально недавно оказывали первую помощь вот здесь фармацевты. Фармацевты, да, военнослужащие, мужчина, да, оказывал первую помощь. Сильно укусила собака. Истекал кровью, можно сказать, мужчина. А первую помощь оказывали доврачебную. Вот. И приезжали врачи, они были настолько в шоке, что столько было крови. Вот. Он либо вену прокусил, я точно не могу сказать, либо артерию. Вот. Ну, слава богу, все обошлось. Его забрали. Он длительное время, дедушка, лежал в больнице. Мы не знаем клички этой собаки. Но это и не важно. У бродячих собак нет имен. Пес, ранее не боявшийся людей, почувствовал вкус человеческой крови и совсем осмелел. И еще несколько раз в средьбе во дня кусал прохожих. А что случилось? Она сама напала? Она сама напала, да. Непонятно по какой причине. И потом нападала несколько раз на женщину тоже был случай. Но, правда, не сильно она ее прокусила. Но был такой момент. Собака не учла, что в администрации городского округа город Чита все-таки есть люди, чье призвание ловить, таких как она. После долгой мольбы и гневных криков жителей Кодовы наконец приехала заветная бригада и поймала животное, поместив в итоге в приют. Но в глобальном плане проблему, конечно, это никак не решает. Нападали недавно здесь в частном секторе. Мужчина держал свиней. То есть у него напали на свиней. Ну, то есть, ну, свиней погрызли, в общем. То есть обращались мы не раз в службу по отлову. Они говорят, что у нас нет на это людей. У нас работает всего два человека. И они не могут все это делать. Затем, как бы, мы обратились в администрацию. Администрация говорит, что у нас на это, на все денег нет. Так что же делать? Люди злятся все сильнее. Страх за себя и за своих детей может толкнуть их на необдуманные поступки. Администрации уже никто не верит. Если моего ребенка вот так вот задедят, а больше кого делать? Если никто не хочет с этого, чтобы с собаками, тогда мы будем сами решать. Жители все. А как больше? С ними, с собаками, никак не решишь вопрос. Потому что государство, оно не хочет. Сколько историй бродячих собак нужно еще написать, чтобы были приняты по-настоящему действенные меры? Чудо, что рядом оказался фармацевт и спас жизнь мужчине. И не удивляет, что собаку отловили не сразу. Проблема с бродячими собаками приближается к точке кипения. Что будет потом, не рискнет сказать никто. Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, Антон Доценко, ЗАП-ТВ.